не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем в этой лекции мы поговорим о второй четверке она по нас эти эти четыре ступени соответствует ощущениям и и называется видана но пусана созерцание ощущения первые две ступени этой четверки принимают пити и суха удовлетворенность и счастье как объекты нашего дальнейшего изучения и детального исследования практика этих ступеней развивается из практики предшествующей ступени когда пославливающие тело или дыхание успокаивается то появляются ощущения пити и суха затем мы принимаем эти пить и суха как следующие объекты или материал для своей практике если мы успокаиваем кая сангхара обуславливающие тело на состояние шана первые шана и так далее то пить и сука становится полными завершенными как факторы шана тем не менее если мы не можем достичь шана а можем лишь частично успокоить обуславливающие тело то вероятно что степень пить и суха будет соразмерна степени этого успокоения таким образом даже те кто не может достичь шана вполне могут освоить пить и суха чтобы практиковать эти ступени здесь мы будем изучать характеристики и значения пить и суха пить и удовлетворенность возникает в результате нашего успешного владения самадхи на прежних ступенях что соответствует способности успокоить обуславливающие тело или дыхание удовлетворенность или удовольствие возникает вместе с этим достижением когда есть удовлетворенность то вам не нужно сомневаться что за этим последует счастье суха благодаря удовольствию возникает радость таким образом мы можем обретать достаточные пить и суха для практики пятой и шестой ступени следующий предмет для рассмотрения состоит в том что для слова пить и есть различные уровни такие как удовлетворенность удовольствие и восторг мы должны знать эти градации более или менее энергетически наполненных форм пить и вам следует осознавать важное качество пить и которая состоит в том что она не спокойно у того что называется пить и есть аспекты возбуждения или беспокойство и лишь когда она становится суха появляется безмятежность пить и обладает различными уровнями и все они характеризуются как стимулирующие активность ума и приводящие чита к возбуждению суха же обладает противоположными свойствами она успокаивает и умиротворяет их таким образом пить и суха отличаются и теперь мы готовы практиковать первую ступень второй четверки переживание пить и постоянное созерцание пить и когда мы выдыхаем и выдыхаем мы должны продолжать наблюдать пока не обнаружим пить и которое возникает когда мы достигаем успокоения обуславливающего тела необходимо обнаружить на что похоже это ощущение и полностью его пережить нужно принять его как новый объект который ум созерцает чита ум погруженные в созерцание это то же самое что и как это он погружается в единственный объект пить и до сих пор мы созерцали множество объектов длинное дыхание короткое дыхание все тела а также успокоение этих тел теперь же мы переключаемся на пить и который обладает стимулирующей силой она делает ум подвижным дрожащим и трепещущим вам будет легко понять различные ступени пить и с помощью разных слов которые мы можем использовать насколько стимулирует удовлетворенность насколько стимулирует удовольствие и насколько стимулирует восторг понаблюдайте и обнаружьте это сами ум сосредотачивается на пить и переживает его постоянно и во всей полноте вместе с вдохом и выдохом такова сущность практики пятой ступени если коротко то мы дышим и переживаем пить и с каждым дыханием следует вдыхать и выдыхать полностью переживает ощущение удовлетворенности и одновременно осознавать каждый вдох и выдох когда эта ступень практикуется то появляется очень приятное ощущение благополучия этим очень весело заниматься это самое приятное упражнение пожалуйста прикладывайте всемирные усилия на этой ступени каждый момент когда мы дышим переживая пить и мы одновременно исследуем и упражняемся раньше мы тренировались и обучались делать длинные или короткие дыхания и так далее далее следует обучение и тренировка когда пить и воспринимается уме на что оно похоже оно тяжелое или легкое насколько она грубо или тонко это можно назвать узнаванием того какой аромат она имеет в частности узнаванием того какое влияние его аромат оказывает на ум следует изучать это чтобы понять природу пить и также как мы занимались изучением пока не поняли природу дыхания во время практики предыдущей четверки таким образом практикует эту ступень наиболее важная вещь для исследования рассмотрения это сила с которой пить и воздействует на ум какое влияние пить и оказывает на ум и на мысли внимательно наблюдайте каков ум когда пить еще не появилась когда пить и возникает то на что похоже чита каков результат интенсивного пить каков ум когда есть лишь немного пить когда пить и большое особенно если это восторг то насколько больше она стимулирует ум следует изучать самые грубые виды пить и средние уровни и самые тонкие его виды чтобы увидеть чем они отличаются затем необходимо видеть чем отличается их влияние на ум это важнейший момент данной практической ступени наконец мы постигаем и что пить и стимулирует ум грубым образом она не обладает очищенным и тонким эффектом как у суха которую мы рассмотрим далее на этой ступени следует понять природу факты и тайны этого явления известного как пить и необходимо рассмотреть его связь с умом пока вы как следует не ознакомитесь с этим переживанием теперь мы переходим ко второй ступени второй четверки или к шестой ступени переживание суха на этой ступени мы созерцаем суха счастье вместе с каждым вдохом и выдохом следует сосредотачиваться на суха в том смысле что она является результатом возникающим из пить и когда пить и перестает стимулировать чита кругом способом то теряет свою энергию то есть пить и стихает и превращается в суха мы видим что эти два ощущения очень различная сумка не стимулирует и не волнует но скорее успокаивает здесь мы созерцаем суха как фактор который делает чита безмитерны обычно пить и затемняет суха но когда пить и исчезает суха остается грубое ощущение уступает место безмитерным таким образом следует вкушать аромат суха с каждым вдохом и выдохом в этом состоит суть шестой ступени когда суха заверцает в уме то изучает и тренируется так как мы это делали с дыханием и пить и насколько оно легкое или тяжелое насколько оно грубо или тонко насколько она обладает ароматом осознавания переживания в тайском и палийском языках чтобы описать это переживание мы используем слово пить поэтому следует пить аромат суха вдыхая и выдыхая и в то же самое время следует изучать его природу истины становится хорошо видно что когда появляется сила пить и дыхание становится грубым если же очевидно влияние суха то дыхание становится легким мы даже можем сказать что когда пить и проявляют свою силу то физическое тело становится грубым когда же суха проявляет свое влияние тело успокаивается и становится тонким также происходят воздействие на чита когда пить и демонстрируют свою силу то соответственно ей она беспокоит вам тогда как влияние суха успокаивает и расслабляет вам эти два ощущения противоположны именно за этим вы должны внимательно наблюдать всегда а именно вместе с каждым вдохом и выдохом если подытожить то возникающие пить и суха обладают различными воздействиями ими на дыхание одно делает его грубым тогда как другое успокаивает они обладают различными воздействиями на тело одно делает его грубым возбужденным тогда как другое делает его спокойно и они обладают различным воздействием на ум одно его волнует тогда как и другое успокаивает когда вы сможете Если вы хотите ухватить это разделение благодаря своему опыту, то вместо того, чтобы просто размышлять над этим, вы достигнете успеха в практике этой ступени. Но здесь могут быть некоторые трудности. Когда мы созерцаем сукха, Питя может этому препятствовать. Оно может настолько возобладать, что ощущение сукха исчезает. Поэтому мы должны развить способность поддерживать ощущение сукха настолько долго, насколько это необходимо, а также сдерживать появление Питя. Питя – это намного более сильное и грубое чувство, чем сукха. Если Питя мешает, то созерцание сукха разрушается, и подлинная безмятежность не возникает. Мы должны приложить немалое усилие в своем созерцании сукха, чтобы оно не исчезало. Не позволяйте, чтобы вам мешали любые другие ощущения. На этой ступени мы должны ощущать наполнение счастьем. Достигать успеха в практике шестой ступени – это поистине чудесное свершение. Теперь мы переходим к седьмой ступени – переживанию, обуславливающего ум. Если мы успешно освоили шестую ступень, то нам известно все об ощущениях Питя и Сукха. Как возникновение Питя воздействует на Читта? Как возникновение сукха воздействует на Читта? Какой вид мысли обуславливает Питя? Какой вид мысли обуславливает сукха? Мы отмечали и исследовали эти воздействия на пятой и шестой ступенях. И когда мы подходим к седьмой ступени, то становится легко понять. Да, Питя и Сукха – это то, что обуславливает ум. Эти ощущения являются обуславливающими ум так же, как дыхание является обуславливающим тело. Метод изучения и наблюдения этого такой же, как и на третьей ступени. Мы обнаружили, что Питя является грубым и возбуждающим, тогда как сукха тонка и безмятежна. Таким образом, когда Питя обуславливает или побуждает мысли, они становятся грубыми. С другой стороны, когда сукха побуждает мысли, они становятся спокойными и безмятежными. Таким образом, мы постигаем, как Видана обуславливает мысли. Затем мы постигаем, что ощущения обуславливают как грубые, так и тонкие мысли. Мы называем эту активность «обуславливающий ум». Когда Питя сильное, оно приводит к дрожанию тела. И если оно очень сильное, то тело может даже танцевать или прыгать от радости. Это ощущение грубое и мощное. С другой стороны, сукха успокаивает, умиротворяет и расслабляет. Так мы узнаем, что их характеристики очень разные. Когда в уме преобладает Питя, то невозможно сохранять тонкое мышление. Мы все время чувствуем трепет, который заставляет подниматься все волоски на нашем теле. Поэтому нам необходимо уметь контролировать Питя. С другой стороны, сукха имеет некоторые преимущества. Она приводит к безмятежным и очищенным состояниям. Она может быть причиной тонких, глубоких и очищенных мыслей. Это как если бы эти два ощущения были противниками или врагами. Но это не важно, поскольку мы знаем, как ими управлять. Мы можем контролировать их, упражняясь согласно методу, который мы теперь практикуем. Такое понимание Чита Сангхара здесь вполне достаточно. Тем не менее, мы должны исследовать и понять другую тайну. Эти два ощущения должны возникать вместе. То есть, если мы не чувствуем удовлетворенность, то счастье не может появиться. Удовлетворенность приводит к счастью, а радость проявляется из удовольствия. Эти удовлетворенность и удовольствие являются тем, что мы называем питие – группой стимулирующих приятных ощущений. Хотя счастье и радость являются группой успокаивающих ощущений, тем не менее, они не могут существовать без удовлетворенности. Вы можете наблюдать, что всегда, когда есть счастье, ему предшествует удовлетворенность. Пити всегда предшествует. Достигая успеха, мы чувствуем удовлетворение, и мы взволнованы этим успехом. Когда же Пити теряет свою силу, поскольку он устает от всех этих волнений и возбуждения, тогда остается сукха. Прежние ощущения стихают. Поэтому они друзья, поскольку всегда появляются вместе. Чтобы появилась радость, вначале всегда должно предшествовать удовольствие. Мы должны взаимодействовать с ними очень тонко и осторожно. И это подобно искусству. Это духовное искусство контроля Пити и Сукха, чтобы они приносили пользу в нашей жизни. Это тайна, связанная с Пити и Сукха, которую мы должны знать. На данный момент мы обнаружили, что Пити является врагом Випассана, тогда как Сукха нет. Счастье и радость – это друг или опора для Випассана. Випассана означает ясное видение, прямое проникновение в истинное непостоянство, а нича, неудовлетворенности – духа и отсутствие самости – аната. Нам нужен очень очищенный ум, чтобы постигать анича, духа и аната посредством Випассана. Если возникает Пити, то Випассана невозможно. Ум становится беспокойным и затуманивается. Пити должно быть отвергнуто, поскольку оно является врагом Випассана, ясного и тонкого ментального видения. Однако Сукха вовсе не такова. Сукха успокаивает и умиротворяет. Она делает ум активным и готовым к Випассану. По этой причине мы должны иметь способность контролировать Пити и Сукха. В итоге мы постигаем, что ощущения, то есть Пити и Сукха, являются тем, что обуславливает ум. Когда его обуславливает Пити, то ум Чита и ее мысли становятся грубыми. Когда же его обуславливает или поддерживает Сукха, то Чита и ее мысли становятся тонкими и безмятежными. Оба эти виды ощущений обуславливают ум, но по-разному. Видана обуславливает Чита, и поэтому оно называется обуславливающим ум. Чита Сангхара. Когда этот факт обнаруживается, то мы созерцаем его в уме вместе с выдохом и вдохом. Следует вдыхать и выдыхать, достигая уверенности в этом факте. Такова практика седьмой ступени. Восьмая ступень – это успокоение обуславливающего ум вместе с вдохом и выдохом. Следует успокаивать Чита Сангхара и Реведана. Уменьшайте их энергию, когда выдыхаете, и ослабевайте энергию, когда выдыхаете. Вначале мы должны уметь успокаивать ощущения, и только тогда мы сможем переживать их все время, пока вдыхаем и выдыхаем. Есть различные способы ослабления силы Ведана. Снижение ее энергии и даже полное прекращение не только возможно, но и необходимо. Для нас есть два подхода к этому – методы сосредоточения, самадхи, и мудрости. Возбуждение Пити может быть успокоено благодаря методу самадхи, которым является развитие более высокого уровня сосредоточения, чтобы удалить Пити и Сукха из ощущения. Мы, скорее всего, еще не можем это делать, поскольку только что начали свою тренировку. Тем не менее, есть тайна, что эти ощущения могут быть удалены благодаря достижению более высокого уровня самадхи, третий или четвертый шхана. Или же мы можем сделать это, лишь изменив мысли. Следует поместить в своем другой вид мыслей, чтобы предотвратить и подавить ощущение удовлетворения. Либо для того же используют силу самадхи. Сила другого типа самадхи, в частности, перекрывает энергию Пити. В общем, не обязательно избавляться от Сукха, и нам следует сохранять ее как опору для дальнейшей практики. Здесь нам особенно необходимо контролировать Пити. Мы можем контролировать его посредством техники самадхи, изменяя объект ума или достигая более высокой степени сосредоточения, шхан. Все это успокаивает Пити. Или же можно сказать, что мы привносим истинное значение слова «самадхи», чтобы устранить Пити. Действительное значение самадхи – это наличие якогата-чита с Ниббана в качестве объекта. Мы уже объясняли, что якогата-чита – это ум, собранный в одной вершине. Истинное самадхи имеет своим объектом Ниббана, или Санти, спокойствие духа. Можно вспомнить, на что похожи подлинные самадхи. Здесь следует устранить Пити, приводящие к трудностям и беспокойствам. Мы не хотим их, и они нам не нужны. Мы нацелены на однонаправленный ум, который имеет своим объектом Санти и Ниббан. Ощущение Пити растворяется, поскольку мы в нем больше не нуждаемся. Таковы искусные методы, которые используют самадхи для удаления Пити. Теперь мы переходим к методу использования мудрости – Паа – для ослабления силы Пити, чтобы устранить его влияние. Или даже влияние Сукха, если необходимо. Мы используем Паа для постижения истинной природы всех вещей, чтобы знать, откуда Пити возникает и благодаря какой причине прекращается. Пити возникает, когда появляются достаточные подходящие условия. Но оно обязательно прекращается вследствие отсутствия этих условий, а также вследствие постижения того, что оно иллюзорно и нереально. Когда умудренное вы видите это, то ощущение возбуждаемое Пити уменьшается. Другой метод мудрости состоит в видении осада и отхнава Пити. Осада – это привлекательное качество, очарование, которое соблазняет сердце, поскольку Пити обладает обворожительным ароматом. Птхнава – это вредное воздействие вещей. Птхнава Пити – это тот факт, когда оно волнует и беспокоит, уводит от безмятежности, а также является врагом Випассана. Когда мы постигаем это, Пити исчезает. Если мы видим его возникновение, прекращение очарования и вред, то оно растворяется и исчезает. Таким образом, следует избавляться от Пити посредством техники ПАА. Все мы должны хорошо понять смысл слов «осада» и «отхнава». Если вы помните палийские термины, то это лучше, чем помнить английские переводы. «Осада» – это привлекательное, приятное, завораживающее качество или очарование чего-то. «Отхнава» – это низость или порочность чего-то. Для нас было бы непростительно обманываться этими двумя. Когда мы их видим, то узнаем, что получать удовольствие и влюбляться во что-то – это позитивная глупость. Тогда как ненавидеть что-то – это негативная глупость. Если мы хорошо знаем первое и второе, как постоянно обманывающие нас, соблазняющие любовью и ненавистью, то это учит тому, что мы не должны потворствовать к приятию и неприятию. И кроме того, мы освобождаемся от сил этих вещей. Например, деньги обладают как «осада», так и «отхнава». И когда мы знаем то и другое, мы не обманываемся и не сходим с ума из-за денег. Самое надежное из всего – это полностью понять данную пару. Знание «осада» и «отхнава» питья приводит к тому, что вы начинаете испытывать к нему отвращение, и оно само собой исчезает. Таким образом, следует использовать метод мудрости, чтобы избавиться от питья. Но даже сукха не следует потворствовать. Хоть мы можем оставить сукха с целью извлечения из нее пользы, нам не следует ей увлекаться. Пожалуйста, помните эти два слова всю оставшуюся жизнь, и тогда они станут охранительным заклинанием, талисманом, который действительно оберегает, а не подвергает опасности. В этот момент ум может регулировать ощущения. Он развивает некоторые мастерства и самоконтроль, при которых ощущения больше не обладают силой увлекать вас. Сукха-видана, приятные ощущения, о которых мы здесь говорили, увлекают ум в благоприятном направлении и позитивным образом. Но есть и другой набор видана, который негативным образом увлекает в неблагоприятном и неприятном направлении. Мы уже говорили о группе приятных ощущений. И нам необходимо также осознавать неприятные ощущения. Духа-видана. Мы должны знать, каким образом не позволять этим ощущениям неудовольствия втягивать нас в состояние страдания. Они могут быть побеждены тем же методом, который использовался для питья. Будь то приятные или неприятные ощущения, мы можем все их контролировать. Мы становимся способными контролировать все ощущения без исключения. Мы практикуем, приунося любую видана в ум и переживая ее полностью. Затем мы исследуем ее при помощи пааа, чтобы устранить это ощущение. Следует испытать эту способность устранять любой вид видана. Необходимо убедиться в том, что ощущения больше не могут обуславливать чита. И нужно вновь и вновь применять эту технику вместе с каждым вдохом и выдохом, пока не освоите ее в совершенстве. Таким образом, вы достигнете успеха в практике восьмой ступени. Один последний момент для рассмотрения – это вопрос о том, почему мы беспокоимся так много говоря об ощущениях. Для чего необходимо включать их в эти практики? Почему бы не поспешить к Випассана и не достичь Нибана как можно быстрее? Причина этого состоит в том, что мы должны понимать видана и уметь управлять ею, чтобы контролировать ум, когда наша практика переходит к реализации пути-результатов, что является нашей главной целью. Мы также обладаем особой вторичной целью. То есть, когда мы можем регулировать ощущения, мы можем поддерживать жизнь на верном пути. Когда же мы заблуждаемся относительно видана, то подпадаем под ее влияние и становимся рабами материализма, что всегда происходит, когда мы потворствуем мирским удовольствием, то есть ароматом ощущений. Все кризисы, происходящие в этом мире, возникают из-за того, что люди не понимают видана, поддаются влиянием видана и увлекаются виданом. Она заставляет нас совершать то, что приводит к несогласию, спорам, конфликтам и к войнам. Иногда она приводит даже к мировым войнам. Все это потому, что люди страдают вследствие обмана видана. На данном этапе вы должны прийти к пониманию ощущений. Для того, чтобы в мире было спокойно, мы должны знать их тайны и уметь ими управлять. Даже если не говорите о реализации небана и просто жить на этой планете в мире с собой и с другими, что требует нашей способности контролировать ощущения, то это уже крайне важный, позитивный результат практики. Я надеюсь, что все вы получите пользу от этой способности на всю оставшуюся жизнь. Данная четверка была включена в практику Ана-Панасати в средстве огромной силы и важности видана. Таким образом, это вторая четверка Ана-Панасати. Мы исчерпали все свое время на сегодня и теперь должны завершить лекцию. Сегодня мы будем изучать третью четверку Ана-Панасати, которая связана с Читто, умом-сердцем. Она известна как Читто-Нупусана, созерцание Читто. Пожалуйста, подготовьтесь к изучению Читто. Прежде чем обсуждать третью четверку, следует сказать, что есть очень важный момент, который иногда забывают выделить особо. Всегда, когда вы садитесь, чтобы практиковать Ана-Панасати, каждое занятие необходимо начинать с первой ступени, с решения за длинным дыханием. Не важно, какую ступень вы осваивали вчера, но сегодня вы снова должны начать сначала. Каждое занятие начинайте все сначала. От длинного дыхания переходите к короткому и так далее. Продвижение от одной ступени к следующей – это полное освоение каждой ступени. Прежде чем продолжить дальше, пока не достигают ступени, на которой остановились в прошлый раз. Каждая ступень опирается на предыдущую. Если вы не можете освоить первую ступень, то никак нельзя переходить к следующей. Даже теперь, когда мы собираемся приступить к Читто-Нупусана, необходимо начать с первой ступени. И то же самое относится ко всем шестнадцати ступеням. Вместе с каждым вдохом и выдохом мы практикуем таким образом. Не забывайте, мы всегда начинаем практику с первой ступени. Каждый раз, каждое занятие, каждую ступень практики. После успешного завершения двух первых четверок мы приступаем к работе над третьей – Читто-Нупусана. Первой ступенью этой четверки является созерцание или переживание ума во всех его аспектах. Это называется Читто-Патисавет – переживание состояния ума в каждый его момент. От начала практики и вплоть до этого момента возникало множество различных состояний ума. В итоге мы должны наблюдать за состоянием ума на каждой ступени. Каково его состояние теперь? Как он изменяется? Что возникает в Читто? Каковы характеристики ума в этот момент? На предшествующих ступенях мы делали упор на определенных вещах, которые он знает или переживает. И теперь мы готовы рассмотреть непосредственно Читто. Мы должны рассматривать его, пока не узнаем прямо, на что похож ум в данный момент. Что это за переживание? Девятая ступень начинается с переживания Читто в каждый момент практики. Здесь есть много различных характеристик ума для созерцания, и все они должны быть естественными. Они рассматриваются как есть в тот самый момент, когда проявляются в сознании. Традиционно характеристики, отмечаемые для наблюдения, начинаются с обладает ли он страстями, рака, или же свободен от страстей. Все вы знаете, что такое страсти. Кроме обычной страсти полового увлечения, также есть и другие. Значение слова «рага» обширное. Половая страсть называется «рага», и также называется страсть к таким вещам, как деньги, драгоценности, золото, пища, жилье и благосостояние. Кроме того, может быть страсть к отдельным индивидуумам, например, любовь, неполовая, к подчиненным или слугам. Полийское слово «рага» имеет широкий спектр смыслов. Обладает ли чита любым из этих типов рага в данный момент? Или же она свободна от страстей? Если страсть присутствует, то следует ясно созерцать ее присутствие, чтобы определить, какой это вид страсти. Следует знать, что такое наличие рака в уме. Если страсти нет, то необходимо созерцать ее отсутствие. Вдыхайте и выдыхайте, переживая действительное состояние ума в данный момент. Следующая характеристика ума для созерцания – это доза. Злоба, неприязнь, отвращение. Значение слова «доза» также является широким. Иногда внешний объект, индивидуум, ситуация или вещь заставляют нас злиться. Любое неприятие в уме – это доза. Оно даже может появляться изнутри и без какого-либо внешнего объекта. Когда ум подавлен, раздражен, обижен или возмущен, то он называется доза. Мы наблюдаем, обладает ли ум доза или нет. Если обладает, то следует созерцать, узнавать и понимать это состояние доза. Если чьи-то свободны от злобы и ненависти, то нужно узнавать это состояние. Такова вторая характеристика рассмотрения. Третья характеристика для рассмотрения – это моха, заблуждение и запутанность. Моха – это безрассудство, ослепленность в отношении чего-либо, в силу незнания вещей, как есть. Например, когда мы сомневаемся относительно чего-то, то не можем ничего сделать, но только думаем об этом. Или же, когда есть надежда и ожидание чего-то, то мы не можем от этого отказаться. Моха может означать «блуждать» или «теряться». Это может означать «тьма» или «сумерки», то есть наполненность сомнением и неведением. Таким образом, тот или иной вид мыслей возникает из сомнения или неведения и возбуждается в уме. Это и есть моха. Мы должны знать, есть заблуждение в уме или нет. Если моха есть, то необходимо ухватить ее и созерцать. Если же чита пуста от заблуждения, то нужно созерцать его отсутствие. Всегда созерцайте это состояние ума, когда вдыхаете и выдыхаете. Такова третья характеристика. Есть простой способ разделения этих трех состояний – рага, доза и моха. Если есть определенное ощущение желания, такое как притянуть и привлечь, схватить и удержать, то такое ощущение и есть рага. Оно имеет вполне позитивный характер. Вторая доза – это неприятие и нежелание. Отталкивание и агрессия – это доза, вплоть до желания убить. Рага притягивает, а доза отталкивает. Третья моха – это неведение, незнание, что верно, что ошибочно, что хорошо, что плохо, соответственно реальности. Это бег по кругу. Таким образом, эти три отличаются. Одно привлекает, другое отталкивает, а третий бегает по кругу. Все должны уметь видеть разницу и называть их своими именами. Следует узнавать рага, доза и моха, наблюдая за их активностью притягивания, отталкивания и бега по кругу. Следующее – это узнавание того, является ли ум рассеянным или нерассеянным. Вы уже слышали это слово. Рассеянный ум лишен однонаправленности. Он распыляется повсюду. Он не способен успокоиться и расслабиться. У него нет безмятежности и покоя. Кроме того, отвлечение докучает нам. Если ум рассеивается, то он склонен к беспокойству, то есть решен покоя. Рассеивается ли чита? Или же она свободна от отвлечений и пребывает в нормальном состоянии? Следует созерцать это свойство ума вместе с вдохом и выдохом. Следует практиковать, чтобы хорошо это знать, чтобы узнавать все виды чита. Следующая пара – это либо высшее состояние ума, лучшее, чем обычное, либо просто обычное состояние. В палийском языке высшее состояние называется махагата. На обычном языке мы говорим, что есть осознавание, которое лучше, чем обычное, более удовлетворительное, чем обычное, более высокое, чем обычное. Обладает ли наше чита таким осознаванием? Если да, то нужно его созерцать. Если нет, то нужно знать, что в этот момент есть обычное состояние ума. Следует созерцать эту пару вместе с вдохом и выдохом. Следующая пара – это непревзойденный и посредственный ум. То есть разница между ними состоит в том, достиг ли наше чита высшего состояния, лучше которого нет, или же наш ум так и не достиг высшего состояния, и лучшее все еще есть. Это трудно узнать, поскольку высшее, максимально развитое состояние ума – это чита араханта, достойного, полностью пробужденного, совершенного человека. Если мы еще не араханты, то здравый смысл подсказывает нам, обладаем ли мы наилучшим видом чита, или же все еще есть нечто лучшее. Ощущаем ли мы, что достигли окончательного удовлетворения, или же мы ощущаем, что должно быть нечто еще более удовлетворяющее, чем это. Данная пара соответствует тому, обладает ли чита чем-то высшим или нет. Если есть высший ум, то следует созерцать его все более ясно, чтобы понять этот тип ума. Следует вдыхать и выдыхать с таким осознаванием. Следующая пара – это сосредоточенный ум и несосредоточенный. Это самадхи или нет? Сосредоточьте чита. Даже если это еще не полная самадхи, все же влияние самадхи, наверное, сохраняет ум сосредоточенным. Это также может называться сосредоточенным умом. Следует узнавать, сосредоточенный ум или несосредоточенный, когда вдыхает и выдыхает. Последняя пара – это видение того, освобожден ли ум, пуст ли он от привязанности и цепляния к чему-то, или же он еще не освобожден, является ли ум непривязанным, или же он все еще привязан к чему-то. Это мы подразумеваем, когда спрашиваем, является ли чита освобожденной или нет. Есть ли то, что связывает ум на данный момент, или же он свободен. Так или иначе, это необходимо ясно знать. Следует вдыхать и выдыхать с этим осознаванием. Различайте эти состояния насколько возможно. Практикуя таким образом, мы узнаем себя. Какой тип мыслей для нас характерен. Так мы начинаем хорошо себя понимать. Какой вид чита для нас привычен. В общем, мысли ума имеют тенденцию следовать за объектами. Наблюдая за этими тенденциями, мы лучше себя узнаем. Такова особая польза данной ступени. Однако наша непосредственная цель это максимально возможное узнавание своего ума. Особой пользой данной ступени является полное понимание своего чита. Таким образом, следует практиковать первую ступень третьей четверки, или девятую ступень в целом. Далее мы переходим ко второй ступени этой четверки наслаждение ума. С самого начала мы различными способами тренируемся контролировать ум. В частности, во второй четверке, когда ум развивает способность быть независимым от ощущения и обладать контролем над ощущениями. это означает, это означает, что ум находится под контролем, хотя это еще не высшая степень контроля. Когда мы полностью узнаем различные состояния ума, позитивные и негативные, то мы можем поместить чита в любое состояние, подходящее или желаемое. Затем десятая ступень – это делать ум радостным, наслаждающимся и удовлетворенным. Есть множество слов, которые мы могли бы здесь использовать. Можно назвать это удовольствием, радостью или же как угодно, но важнейшей вещью является способность контролировать ум так, чтобы он чувствовал удовлетворенность и наслаждение во время вдоха и выдоха. Когда ум печален и безрадостен, мы можем отбросить печаль и привести ум в радостное состояние. Или даже если ум находится в обычном состоянии, мы всегда можем сделать его радостным и наслаждающимся, используя особую технику. И это очень важно. Нам не обязательно терпеть печальный ум, поскольку мы его контролируем. Когда бы ни возникла эта необходимость, мы можем получить энергию, чтобы делать необходимую работу. Мы можем быть радостными в любое время. Однако следует быть внимательным, поскольку слово радость и наслаждение имеют два значения. Есть обычный мирской вид наслаждения, который опирается на материальное и чувственное. Он хоть и является некоторым видом радости, но это не тот вид наслаждения, который нам интересен. Нам нужна радость Дхамма, которая приходит вместе с знанием и использованием Дхаммы. Нам нет необходимости зависеть от материальных или чувственных стимулов, поскольку Дхамма позволяет чьи-то наслаждаться. Таким образом, есть два вида радости – загрязненная и свободная от загрязнений. У нас могут быть оба этих вида. Если вы хотите получить загрязненную радость, то ее очень легко найти. Однако наслаждение Дхамма должно достигаться правильно. По этой причине нам необходимо исследовать его более тщательно. Легко доставлять уму наслаждение, когда мы понимаем причину радости. Радость происходит из ощущения успеха в результате правильного завершения определенного действия. Простой способ доставить уму наслаждение – это снова вернуться к практике первой, второй и третьей ступени. Вернитесь к началу и хорошо практикуйте каждую ступень. За этим последует удовольствие и радость вместе с каждой из них. Этот вид наслаждения связан с Дхаммой. Мы снова возвращаемся к практике первой ступени, но теперь мы особенно сосредотачиваемся на ощущении удовольствия, радости и наслаждения успехом. Следует равно пройти через каждую ступень, пока вы не достигнете радости, которые больше всего нас удовлетворяют. Радость возникает из удовольствия, а удовольствие из достижения успеха определенной активности. Появление уверенности в том, что мы защищены и свободно атаков приводят приводят к удовольствию и радости. Простой метод, который мы можем использовать в любое время, это размышлять над обретением хороших вещей, над достижением того, что хорошо. Мы обрели хорошую жизнь, которая привела нас к встрече с Дхамма и к уверенности в избавлении от Духа. Мы наиболее удачливые из людей, обрежшие Дхамма и способные устранить Духа. Размышляя так, мы становимся радостными и счастливыми. В результате этого возможно чрезвычайное наслаждение и восторг. Получая благое, достигают хорошей жизни, хорошего человеческого существования, обнаруживая Дхамма, необходимую для обеспечения отсутствия страдания. Такой вид размышления является простым путем к радостному уму. Когда мы уверены в том, что обязательно сможем искоренить Духа, или когда мы получаем наилучшее из того, что может получить человек, то вполне естественно, что мы радуемся и получаем удовольствие. Мы изучаем, чтобы понять Дхамма, которая уничтожает страдания, чтобы постичь наилучшее из того, что люди могут получить. Так мы обретаем удовольствие. Мы можем наслаждаться и радоваться Чита, используя эту искусную технику. Когда мы можем доставлять наслаждение уму по собственному желанию, то приступаем к тренировке следующей ступени. Предметом одиннадцатой ступени является сосредоточение ума. Это означает, что мы способны делать ум сосредоточенным, помещать его в самадхи, исходя из своего желания или необходимости. Эта ступень нетрудна, поскольку подобным образом мы практикуем с самого начала, особенно на четвертой ступени успокоения обуславливающего тела, а также на восьмой успокоения обуславливающего ума. Если мы могли делать раньше, то мы можем делать это и сейчас. Следует сосредотачивать ум в самадхи. Так мы можем немедленно избавиться от любых нежелательных ощущений, при этом чита сосредотачивается и становится счастливой. В средстве этого она может умело исполнять различные функции. Эта способность является наиболее полезной. Но здесь возникает обычное недоразумение. Большинство людей ошибочно полагают, что если ум находится в самадхии, то необходимо сидеть абсолютно неподвижно, как бы в застывшем состоянии. Или же они думают, что при этом нет никаких чувств. Это ошибочное мнение. Сидеть неподвижно и жестко, как бревно, это всего лишь тренировочное упражнение. Это просто тренировка в более высоком, чем обычной уровне самадхи. Развитие более глубоких сосредоточений второй, третий, четвертый ишхана, вплоть до точки, где тело не дышит, это лишь тренировочное упражнение. Тем не менее, если ум может развивать эти очень высокие уровни сосредоточения, то он не должен испытывать проблем с более низкими уровнями функционирования. Здесь на одиннадцатой ступени осуществление ума самадхи. Это ум, который обладает благими качествами и готов выполнять работу. Он готов выполнять все необходимые функции. Начиная с предыдущей ступени, Чита знает, как быть счастливым. Когда это происходит, он готов в полной мере выполнять свои функции. Не заблуждайтесь относительно того, что во время самадхи мы должны быть жесткими, как скала или бревно. Если ум обладает правильным самадхи, то мы наблюдаем в нем три отдельных качества. Качество ума, который крепок, устойчив, сосредоточен и сфокусирован на единственном объекте, называется самахито, устойчивость, собранность. Этот ум ясен и чист, ничем не тревожится и не помрачается загрязнениями. Ум пустое загрязнений называется парисудха, чистота. Какой чита лучше всего подходит и в высшей степени готов для выполнения функции ума. Это называется каманио, активность, готовность. Не так сложно запомнить эти три слова. Самахито, устойчивость, парисудха, чистота и каманио, активность. Чтобы сосредоточение было правильным, должны присутствовать все три качества. Такой вид сосредоточения может использоваться не только в формальной медитативной практике, но и в осуществлении любой необходимой жизненной деятельности. Эти три качества могут присутствовать во время ходьбы, стояния, сидения или лежания. В палийских текстах есть интересные места, где говорится, что если эти три качества присутствуют во время стояния, то мы можем называть это чудесным стоянием. Если эти три качества присутствуют во время ходьбы, тогда это чудесная ходьба. Если эти три качества присутствуют во время сидения, тогда это чудесное сидение. Если же эти три качества присутствуют во время лежания, тогда это чудесное лежание. Очевидно, что сосредоточение – это больше, чем сидение, подобно булыжнику или бревну. Жесткое и неподвижное, мертвое для мира. Сущность Самадхи состоит в том, что Чита полностью готов выполнять свои функции, а именно – непрерывно развивать знания и понимания. Когда присутствуют эти три качества, то он как минимум становится счастливым. Обладание Сукха – это также функция Чита. Чита полностью готов выполнять свои функции, когда он обладает этими тремя качествами. Практикующий, чьим сосредоточено в силу этих трех качеств, известен как обладающий сосредоточенным умом. Соответствующий этому палийское слово – Самахита, сосредоточенный. На палийском есть слова владыки Будды, которые цитируются так – «Когда ум сосредоточен, он знает все тхамы, как есть». Высшее благо Самахита состоит в том, что Чита сосредотачивается на знании всех вещей, как есть. Если в жизни есть какие-то проблемы, на которые мы не можем ответить, тогда сосредотачивайте ум, и ответы появятся сами собой. Куда бы сосредоточенный ум ни следовал, он видит вещи, соответственно их реальности. Если мы смотрим в себя, то видим все вещи, соответственно их истине. Это означает, что мы легко видим Анича, Дукха и Аната, если Чита сопровождается тремя качествами Самахита. Вы сами можете наблюдать, что эти три качества взаимозависимы. Они взаимосвязаны в единое целое. Не может быть чистоты ума без его устойчивости. Если нет чистоты, то нет и устойчивости. А также, чтобы была активность, должна быть в устойчивости чистота. Эти три фактора сосредоточенного ума действуют вместе. Пожалуйста, постарайтесь правильно понять слова «устойчивость», «чистота» и «активность». Чтобы называться Самахита, они должны быть равны и едины. Кроме того, они очень полезны, ценные и могущественны. Такой вид сосредоточения может решать жизненно важные вопросы, обычные проблемы этого материального мира, а также вопросы сверхъестественного порядка, выходящие за пределы этого мира. Наконец, здесь следует помнить и понимать сущностный момент. Когда ум пребывает в Самадхи, мы можем ходить или стоять, сидеть или лежать, вкушать плоды своего труда, помогать себе или другим. Самадхи-чита может использоваться в любой ситуации и при любой проблеме. Тому, кто обладает Самадхи, следует заинтересованно относиться к этому понятию Самахита, поскольку оно способно выполнять любые виды функций. Во время вдоха и выдоха мы практикуем, пока не становимся способными обладать тройным фактором ума Самахита. На этом одиннадцатая ступень завершается, и мы переходим к двенадцатой ступени. Двенадцатая ступень – это освобождение ума. Освобождение ума означает, что ему не позволяют ни к чему привязываться, и он отпускает все, за что цепляется. Такой ум безупречно чистый. Он свободен. Освобождение ума от всех цепляний обладает двумя аспектами. Этот ум может оставить все эти вещи, или же мы можем отвести эти вещи от ума. Результаты одинаковые. Следует отделять все вещи, которые Чита не должен удерживать. Затем наблюдайте, есть ли какое-либо их цепляние к Чита. Постарайтесь высвободить эти вещи из ума. Такова двенадцатая ступень. Очень важно полностью понимать то, что называется привязанностью. Возможно, мы не знакомы с ней. Но если мы не узнаем привязанность, тогда как мы сможем ее исцелить? Хорошо бы всем изучать это слово с особым интересом. Хоть это и ментальное явление, но чтобы говорить о них, мы используем слова из психофизической сферы. Мы используем такие слова, как привязанность, цепляние и схватывание. Однако это ментальная активность. Ум пребывает в неведении и действует, исходя из неведения. Таким образом, он вызывает активность, которую мы называем привязанность, цепляние или схватывание. Мы должны тщательно это исследовать, поскольку это нечто, имеющееся у всех людей, в повседневной жизни каждого. Если описать это несколькими словами, то привязанность – это отношение к чему-то, как к «я» и «моё». Сдерживайте привязанность, и тогда практика этой ступени будет продвигаться гладко. Наиболее прямой способ практиковать 12-ю ступень – это исследовать издержки, опасность, негатив, боль и страдания в любой момент, когда мы привязаны к чему-то, как к «я» и «моё». Следует анализировать неприятности, опасности и болезненные последствия, которым приводят все привязанности. С другой стороны, следует исследовать и постигать пользу, благо и преимущество отсутствия привязанности. Какую пользу мы получаем от того, что не привязаны? Какое счастье следует в результате этого? Следует это тщательно рассматривать. Каким видом и степенем боли и страдания приводит то, что мы привязываемся к чему-то? Следует рассмотреть обе стороны этой монеты. Необходимо видеть изъяны привязанности и ценность отсутствия привязанности, когда они постоянно чередуются в уме. Благодаря такому виду созерцания ум освобождается сам собой. Ум естественным образом отпускает вещи, и вещи естественным образом отпускает ум, благодаря наблюдению за этими двумя фактами. Следует наблюдать до тех пор, пока не будут видны недостатки и пороки привязанности. Наблюдайте до тех пор, пока не увидите преимущество отсутствия привязанности. Следите за этим постоянно, вдыхая и выдыхая. Таким образом, необходимо практиковать эту ступень. Объектов привязанности очень много, и они могут быть тонкими или грубыми. Их трудно увидеть, услышать и понять. Тем не менее, мы можем выделить четыре типа привязанностей. Первая категория – это все материальные объекты, которым стремится страстное влечение, камма. Будь то предметы обладания или необходимости, драгоценности, украшения, золото и деньги, или же это то, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем, осязаем и мыслим. Все они являются основаниями для чувственности и полового влечения. Другие три категории – это виды нематериальных объектов привязанности. Так, вторая категория – это наши ошибочные мнения, верования, воззрения и теории. Это вещи, которые мы не можем понять или узнать. Но из-за неведения мы принимаем их и привязываемся. У нас много подобных ошибочных мнений и воззрений. Третья категория – это традиционные активности и практики, к которым мы следуем. Все они, духовные и мирские, являются предрассудками. Это многочисленные обычаи, к которым мы привыкаем. Последняя и наиболее важная из всех – это категория тех вещей, к которым мы привязываемся, как к «я» и «моё». Эти четыре главные категории привязанности включают все вещи, за которые мы цепляемся. Следует наблюдать за ними и видеть порочность привязанности к ним. Необходимо постоянно исследовать каждый вид привязанности с каждым вдохом и выдохом. Таким образом, они высвобождаются и сами собой уходят. Высвобождайте объекты привязанности. Избавьтесь, избавьтесь, избавьтесь от них. Если мы взглянем на христианство, то увидим, что оно тоже беспокоится о привязанности. На самом деле, главный символ христианства – крест – учит «я» – вертикальная часть, и пересечению «я» – горизонтальная часть. Это символизирует избавление от привязанности. Все религии имеют общность своей главной цели – устранение привязанности к «я» и «моё». Это высшая и наиболее важная практика. Она устраняет все проблемы, и в частности, эгоистичность, которая является источником всех остальных проблем. Если пресечь самость, то все проблемы прекратятся. Пожалуйста, стремитесь к избавлению от всех вещей. Избавление от четырех типов привязанности – это наилучшее из того, к чему можно стремиться. Другая группа, набор или аспект вещей, от которых ум должен избавиться, это то, что беспокоит чьи-то прямо теперь, например, препятствия, невараха и так далее. Таковы настроения, которые появляются в уме в результате привычек и склонности мышления. Пять невараха – это ощущение сладострастия, неприятия, депрессии и сонливости, беспокойства и возбужденности, а также сомнения и неуверенности. Мы должны избавиться от этих пяти невараха. Далее следует загрязнение. Эмоции жадности – лобха, ненависти – доза и заблуждения – моха – должны уйти. Любые ощущения приязни и неприязни, видоудовлетворенности и неудовлетворенности, любые привязанности к двойственным вещам, которые присутствуют в чита, должны быть устранены. Наконец, мы постигаем, что не остается никаких проблем, заставляющих чита страдать. Если есть привязанность, то есть и докха. Когда он пуст от привязанности, он не испытывает страдания, поскольку для него нет основания. Когда он видит то, за что цепляется, он высвобождает это. Практикуя таким образом, мы вдыхаем и выдыхаем. Это последняя, двенадцатая ступень третьей четверки. Всего есть четыре ступени, которые посвящены исключительно чита, переживанию различных состояний ума. Наслаждение, сосредоточение и освобождение. Благодаря им мы успешно завершаем свое исследование ума. Позвольте на этом завершить сегодняшнюю лекцию. Сегодня мы будем обсуждать четвертую четверку. Последние четыре ступени. Этой четверкой является изучение и исследование Дхаммы и истины. Вы помните, что в первой четверке изучаются дыхание и тело. Во второй изучаются те ощущения, которые происходят из успокоения дыхания, обуславливающего тело. Здесь изучались ощущения ума, но не сам ум чита. Мы изучали факторы, обуславливающие ум, пока не достигли ясности в этом вопросе. Затем мы достигли контроля над обуславливающим умом – чита-сангхара. В третьей четверке изучался чита и контроль над ним. Мы исследовали, развивали, тренировали и практиковали различные способы контролировать ум. И теперь, в четвертой четверке, когда наш хорошо натренированный ум поддается контролю, мы используем его для изучения Дхамма – истины природы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что эти четыре четверки взаимосвязаны. В начале – кая-сангхара, затем чита-сангхара, затем самчита и, наконец, тхама – явление природы. Рассуждения здесь простые. Когда ум находится под нашим контролем, то мы способны использовать этот тип ума для работы. В результате практики третьей четверки, благодаря способности сосредотачивать ум, следует полная готовность и реактивность. Ум теперь способен и готов выполнять свои функции. В палийском языке, в данном контексте, используется другое слово – муду, гибкость, мягкость. До этого чита был жесткий и твердый, но теперь он мягкий и податливый. Ум теперь очень чувствителен и быстр. В том смысле, что готов к работе. В средстве этого мы используем его для выполнения работы четвертой четверки, где первейшей функцией является созерцание непостоянства. Фундаментальный принцип всей этой практики заключается в использовании того, что уже присутствует в нас, как изучаемые и практикуемые объекты. Мы предпочитаем не использовать внешние объекты. Когда мы хорошо понимаем внутреннее, то можно перенести это на внешнее. Не забывайте об этом важном принципе. Мы должны исследовать вещи, которые существуют внутри. Поэтому, что касается данной ступени нашей практики, ступени созерцания непостоянства, то мы возвращаемся к начальной ступени. Вначале мы созерцаем просто дыхание, пока не начинаем видеть его непостоянство. Мы наблюдаем за тем, как дыхание меняется и становится длинным. Это и есть непостоянство. Его продолжительность непостоянна, всегда меняется, то удлиняясь, то сокращаясь. А различные состояния и характеристики дыхания непостоянны. Воздействие дыхания на тело непостоянно. Далее следует наблюдать, что оба тела, дыхание тела и физическое тело, непостоянны. Далее следят за успокоением дыхания, и непостоянство становится еще более очевидным. Дыхание изменяется от прерывистого до спокойного. Но даже это спокойствие непостоянно. Оно продолжает изменяться в других состояниях. Следует созерцать каждую ступень по одной, пока каждая фаза не будет восприниматься как непостоянны. В конце концов появляются ощущения питьи сукха. Следует наблюдать их друг за другом. Необходимо видеть непостоянство в каждом аспекте видана ощущения. Созерцайте непостоянство обуславливания ума ощущениями. Успокоение этих ощущений также является непостоянным. Далее мы наблюдаем за самим Читта, который также непостоянен. Наслаждение и свежесть ума, когда он становится восторженным и радостным, есть непостоянство. Необходимо созерцать непостоянство этой свежести и восторга, различные состояния и ароматы. Сосредоточение непостоянно, поскольку оно сменяется отсутствием сосредоточения. Активность самадхи является непостоянной. Непостоянство проявляется прямо в этих активностях. Даже освобождение ума – это лишь временное освобождение, и поэтому тоже непостоянно. Следует постигать непостоянство на каждой ступени, во всех взаимосвязанных моментах, фазах и аспектах этой практики. Необходимо прямо воспринимать непостоянство во всем, делать непостоянство каждой ступени абсолютно ясным, несомненно очевидным и совершенно определенным. Таким образом, мы созерцаем непостоянство всех этих приходящих явлений, в совокупности известных как Сангхара. На тринадцатой ступени мы созерцаем непостоянство Сангхара, обусловленных или сформированных вещей. Теперь наблюдайте, что в постижении непостоянства одновременно есть постижение многих других вещей. Когда действительно видят непостоянство, то эта характеристика непостоянства также является характеристикой Дукха, то есть страшного и невыносимого. Мы также видим в этом характеристику отсутствие самости. Поскольку вещи всегда непостоянны, неудовлетворительны и за пределами нашего контроля, мы также постигаем Аната. Затем мы видим, что они пусты от самости, и это Суата. Мы видим, что они просто таковы. Непостоянство просто таково, это таковость. Таким образом, также видят Татхата. Пожалуйста, поймите, что постижение этих истин взаимосвязано. В результате видения непостоянства мы видим неудовлетворенность, видим Аната, видим Суата, видим Татхата, а также видим Ида Пачаята, обусловленность, закон причины и средствия. Одно переходит в другое. Полное постижение непостоянства должно включать неудовлетворенность, отсутствие самости, пустоту, таковость и закон обусловленности. Когда все это видят, то также во всей его полноте и глубине видят непостоянство. Таким образом, мы полностью постигаем непостоянство Сангхара. Мы уже объясняли Сангхару и практиковали ее созерцание. Помните, что она обладает тремя значениями. Для использования термина Сангхара должны быть соединены и сформированы различные причины, условия и составляющие. Характеристикой обуславливающего является непостоянство. Характеристикой обусловленного является непостоянство. А также характеристикой активности или процесса обуславливания является непостоянство. Видеть все эти три аспекта таким образом значит постигать непостоянство наиболее глубоким и совершенным способом. Простое видение только лишь аничья непостоянства вместо видения его во всей полноте и со всеми характеристиками не является чем-то особенным. Чтобы быть полным, постижение должно охватывать дукха, аната, суата, татхата и идапачията. Видение только аничья без полноты включения дукха и аната не является ни глубоким, ни достаточным для решения наших проблем. Таким образом, слова постижения аничья в данном контексте должны охватывать также глубокое постижение дукха, аната, суата, татхата и идапачьята. Есть одна история, которая должна вам понравиться. В корзине писания ипалийского канона Будда говорил, что в его времена жил учитель по имени Арака, который учил непостоянство так же часто, как это делал Будда. Но он не шел дальше и ничего не говорил о дукха и аната. Это интересно, поскольку во времена Будды жил греческий философ по имени Гераклит. Будда говорил, что в далекой стране Арака учил непостоянству и изменчивости. Благословенный, вероятно, имел в виду Гераклита, чьим главным учением было Панта Рей. Все течет. Но он учил лишь непостоянству и не мог распространить свою проницательность на дукха, аната, суата и татхата. Таким образом, это было не слишком удачное учение, иначе тогда и в том месте мог бы появиться еще один Будда. Знание непостоянства было широко распространено как в Индии, так и за ее пределами. Под дальними странами вероятно подразумевались зарубежные государства и поэтому я предполагаю, что Арак и Гераклит это одно и то же лицо. Поэтому вполне возможно, что Арак, о котором говорил Будда, был Гераклитом. Любой интересующийся этим может заглянуть в историю греческой философии. Таким образом, сущностный момент состоит в том, что видения одного непостоянства недостаточно. Мы должны видеть Аничи так, чтобы оно также высвечивало Духа, Аната, Суата, Тадхата и Ида-Пачьята, всю связку постижения. Короткая фраза Аничи-Нопаск, созерцание непостоянства, также включает постижение неудовлетворенности, отсутствие самости, пустоты, таковости и обусловленности. Теперь мы должны рассматривать и детально изучать это дальше, пока не увидим, что постижение Аничи растворяет Упадана привязанность. И это очень важно. Постижение непостоянства растворяет привязанность, поскольку это понимание воздаяния, боли и порочности этой привязанности. Упадана растворяется до тех пор, пока от нее мало что остается. Таков результат постижения непостоянства. Оно приводит нас к утомлению и скуке по отношению к тому, за что мы продолжаем цепляться, а также по отношению ко всем вещам, к которым мы когда-либо были привязаны. Так Упадана начинает растворяться. Это результат истинного видения непостоянства. Теперь мы переходим ко второй ступени этой четверки, то есть к 14 ступени, созерцанию постепенного угасания, вирага нопасси. Это уже наблюдалось на 13 ступени, когда созерцание непостоянства привело к растворению привязанности. Теперь мы рассматриваем и исследуем факты растворения, вирага. Ви означает не или отсутствие обладания. Рага это одно из названий привязанности. Таким образом, вирага означает без привязанности. Наблюдение привязанности растворяется так же, как исчезает наблюдение пятен краски на одежде. Пятна разных цветов постепенно исчезают, воцветая подсолнечными лучами, пока одежда не становится белой. Это наглядный пример вирага, который помогает объяснить исчезновение привязанности в уме. Упадана растворяется под светом видения вещей, как есть, анича, дукха, аната, свата и татхата. Мы знаем, что привязанность уменьшается, когда мы спокойны по отношению к санкхаре, а именно к тому, за что прежде цеплялись. Теперь мы беспристрастны по отношению к этому, что соответствует постижению вирага исчезновению привязанностей. Следует созерцать это с каждым вдохом и выдохом. Таким образом следует практиковать четырнадцатую ступень. Результатом такого исчезновения привязанности является уравновешенное спокойствие отсутствия привязанности. мы можем довольно просто это наблюдать, например, когда наша прежняя любовь к некоторым вещам начинает исчезать. Исчезает неприязнь к прошлым или даже к настоящим объектам. Мы больше не боимся того, из-за чего однажды испугались. Страх становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезает. То же самое относится к злости, зависти, ревности, беспокойству, тревоге, ностальгии по-прошлому и так далее. Все эти признаки страсти ослабляются и сходят на нет, пока ум не становится способным пребывать в совершенном мире и спокойствии. Фраза «пребывать в мире и спокойствии» может быть не совсем понятна, но она означает просто не цепляться и не привязываться ни к чему, как к «я» и «моё». Следует созерцать непостоянство, пока привязанность к вещам не растворится и пока мы не сможем пребывать в мире и покое. Теперь мы переходим к пятнадцатой ступени изучения созерцания угасания привязанности. Следует рассматривать прекращение привязанности, а также несуществование привязанности во время вдохов и выдохов. Мы можем наблюдать за угасанием или прекращением с различных точек зрения. Угасание привязанности к самости, угасание эгоистичности, угасание жадности, неприязни и заблуждения, а также угасание всех переживаний Духа. Все они появляются вместе с угасанием привязанности. Есть множество форм Ниродха прекращения. Когда мы говорим об угасании, то следует помнить, что завершению Духа посвящена вся практика Дхама. Здесь мы рассматриваем различные аспекты Духа, чтобы увидеть, как они угасают. Первый аспект – это завершение страха и ужаса рождения, старения, болезни и смерти. Стояние, болезни и смерть никогда больше не испугают наш ум. И это один из видов угасания. Следующий аспект – это прекращение различных симптомов и условий Духа, таких как скорбь, печаль, стенание, отчаяние, грусть, боль, разочарование и депрессия. Все эти симптомы Духа угасают. Третий аспект связан с нашими надеждами и желаниями по отношению к привлекательным и непривлекательным вещам. Видение вещей, которые нам не нравятся, это Духа. Расставание с тем, что нам нравится, это Духа. Неполучение того, что мы хотим, это тоже Духа. Все эти аспекты Духа угасают. В конце концов, привязанность к пяти группам, цепление за одной из пяти кхадха, группа совокупность, как за самость или принадлежащие себе, я или моё, это Духа. И эти пять групп, которым он привычно цепляется, это тело, ощущения, восприятие, мысли и сознание органов чувств. Такова сумма всех Духа, время жизни. Полная реализация этой ступени должна включать все четыре аспекта угасания Духа. Угасание страха рождения, старения, болезней и смерти. Угасание таких симптомов Духа, как скорбь, печаль, отчаяние. Угасание увлечения и стремлений к желаемым вещам. И наконец, угасание восприятия любой из пяти ханха как самости. Когда эти четыре аспекта угасают, то угасает и Духа. На данном этапе нам совершенно необходимо это реализовать. Таким образом, мы постигаем пустоту или несуществование привязанности посредством угасания, растворения и остановки привязанности. Мы переживаем отсутствие привязанности в любом упомянутом высшей аспекте, когда вдыхаем и выдыхаем. Или же проще сказать мы пьем, вкушаем и вдыхаем аромат Нибана. Неродха и Нибана являются синонимами. Мы можем использовать их взаимозаменяемо. Таким образом, созерцание угасания привязанности это созерцание Нибана. Теперь мы переходим к последней четвертой ступени четвертой четверки или шестнадцатой ступени Анапанасати. Она называется созерцание и отбрасывание. Патини сага нупаси. Патини сага забавное слово. Оно означает отбрасывать или возвращать. Когда мы переходим на эту ступень, то созерцаем свое отбрасывание или возвращение всего, к чему мы были привязаны. Такова шестнадцатая ступень. Есть простая метафора для объяснения этой ступени. На протяжении всех жизней мы были ворами. Мы крали вещи, которые существуют естественным образом, принадлежат природе, а именно Сангхара. Мы присваивали их как своих рабов или свою собственность. Мы были просто ворами. За это мы были наказаны Дукха. Мы страдали из-за того, что крали и привязывались к этому. Но как только мы стали видеть посредством последовательных ступеней этой четверки то, какими вещи действительно являются, все было оставлено. Мы перестали быть ворами. Мы вернули все своему прежнему владельцу природе, поскольку все принадлежит природе. Не следует впредь никогда называть это «я» или «моё». Наша цель здесь – это дать разъяснение при помощи данной метафоры. На усмотрение есть вторая метафора. В прошлом облуждая и собирая тяжелые предметы, подобные булыжникам. После этого мы таскали их повсюду. Поэтому мы постоянно испытывали страдания, и это продолжалось очень долго. Но теперь мы понимаем, насколько глупы мы были, взваливая на себя все эти проблемы. Мы постигаем, насколько это обременительно, и просто сбрасываем это с себя. Без этой ноши мы становимся легкими, и все проблемы исчезают. Прежде сама жизнь казалась бременем. Вследствие нашей глупости вся жизнь воспринималась как тяжелая нош. Мы держались за эти естественные сангхара, таскали их повсюду, и таким образом ужасно себя тягощали. Но теперь мы все сбрасываем. Это другая метафора, описывающая последнюю ступень Анна Панасати. Мы должны сказать, что практика этой последней ступени — это тренировка сбрасывания бремени жизни. Следует отбросить все, пока не останется никакого груза. прежде мы жили под его гнетом, его тяжесть угнета в нас. Мы называем это жить под эггом мирского или утопать в миру. Если мы можем сбросить давящий на нас груз, держащий нас в глубинах мирского, то мы поднимаемся. И тогда мы окажемся на вершине мира. Мы становимся владыкой мира. Таков истинный смысл, свобода и благополучие. Вы должны хорошо помнить значение этих двух состояний. Пребывание на дне мира – это локия. Пребывание на вершине мира – это локутара. Все проблемы, связанные с этими двумя значениями, решаются в ходе практики шестнадцатой ступени. Давайте хорошенько уясним, что когда мы глупы, то подбираем тяжести и наваливаем их на себя, как бремя жизни. Когда же мы знаем, что они делают с нами, то выбрасываем их. И теперь у нас больше нет никакой нуши. Пребывание на дне мира и на его вершине совершенно различно. Тот, кто хочет освободиться и подняться над миром, должен стараться практиковать это как можно больше, начав прямо сейчас. Если освобождение себя либо освобождение от бремени, избавление, а затем следует результат освобождения. Или же вы можете называть это спасением и избавлением. Какое бы слово ни было выбрано, все они означают то, что мы обрели наилучшее из того, что доступно людям. Мы не растратили свою жизнь, не упустили возможность обрести Дхамма, наилучшее из того, что может обрести человек. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Сегодня мы подытожим все проведенные исследования Анапанасати, которые мы охватили в этих лекциях. Мы кратко рассмотрим 16 ступеней в связи с их сущностными характеристиками ценностями или пользой, а также способы достижения этой пользы. Пожалуйста, приготовьтесь слушать внимательно. В будущем вы сможете использовать это в полном объеме. Не забывайте, что мы говорим о природе, о четырех аспектах природы, а также о законе природы, который проявляется в них. Кайя, Видана, Чита и Дхамма. Природа чиста и проста. Пожалуйста, поймите слово Дхамма жати так. Это закон природы и следование закону природы. Природа и ее закон никак не могут быть разделены. Нашей обязанностью как живых существ является понимание использования природы ради нашего же высшего блага. дыхания мы не можем ее контролировать, но мы можем использовать ее для своей пользы, когда действуем правильно в соответствии с законом. Мы узнаем эти четыре природы именно ради этой пользы, ради блага наших жизней, какими бы продолжительными они ни были. Первый объект в практике внимательного наблюдения за дыханием это кайя, тело или тела. Все мы понимаем его важность без объяснений. Тело является основанием для ума. Нам необходимо тело, готовое поддерживать себя и ум с пользой для жизни. Далее нам следует понять, как контролировать кайя соответственно нашим нуждам посредством управления дыханием. Есть множество достоинств знания того, как управлять дыханием. Благодаря нему мы можем менять свои настроения и эмоции. Например, когда мы злимся, то можно быстро от этого избавиться с помощью длинного дыхания. В результате длинного дыхания злость исчезает. Когда мы беспокоимся и не можем мыслить здраво, тогда нам следует дышать все длиннее и длиннее, чтобы избавиться от этого беспокойства. Или если мы хотим поменять один ход мыслей на другой, то для этого можно дышать длинно, чтобы избавиться от нежелательных мыслей или эмоций, а также заместить их какими-то более упорядоченными и нормальными. Так мы можем думать необходимым образом. Следовательно, кая это не просто тело из плоти, но также и то, что влияет на чита. Дыхание достойно узнавания хотя бы в связи со здоровьем. У нас хорошее здоровье, если мы знаем, как правильно дышать. Таким образом, тело и то, что с ним связано, например, дыхание, эмоции и здоровье, рассматривается как один из важнейших объектов. Я надеюсь, что все вы сможете получить огромную пользу от этой стадии ана панасати. Видана остановка вращения Ощущения – это вторая тема. Если вы не осознаете их, то кажется, будто они не важны. На самом же деле они имеют огромную важность для людей, поскольку именно они заставляют их кружиться. А также они кружат весь мир. Каким бы ощущением мы и все остальные ни стремились, это вызывает соответствующее поведение. Все гонятся за приятными ощущениями и бегут от неприятных. Таким образом, Ведана может вращать весь мир. Ощущение существ – это причина всех новых и странных новшеств и изобретений, созданных людьми. Искусство, культура и технологии открывались и формировались вследствие ощущений, которые обладают огромной силой, заставляющей следовать за ними. Ведана приводен к желаниям. Потребности рождаются из ощущений и следуя за ощущениями. Затем мы действуем в соответствии со своими желаниями. Таким образом, происходит все множество вещей. Даже за поиск денег ответственно Ведана, из-за полового увлечения или же просто из-за обычного стремления чувствовать себя хорошо. Пожалуйста, познакомьтесь с вещами, которые властвуют над людьми. Ведана обладает огромной силой и влиянием на нас. Если мы не можем контролировать ощущения, то будем вынуждены испытывать превратности их взлетов и падений, каковы являются страдания. Мы будем действовать исходя из Ведана, которая ввергает в неведение и заблуждение. То же самое касается животных. Они также направляются и принуждаются ощущениями. Все активности просто следуют за желаниями Ведана. Люди также ищут и гоняются за желательными для них ощущениями. Даже приехав сюда, в Суан-Мокх, все вы надеетесь найти что-то, что произойдет доставляющее удовольствие Ведана. Разве не правда, что вы приехали сюда для получения приятных ощущений, таких как покой и тишина монастыря, или же радость медитации, и что вы стремитесь избавиться от беспокойств, конфликтов, печалей и страданий мир. Именно можем контролировать то она не причиняет нам никакого вреда. Когда же мы не можем ее контролировать, то становимся рабами. Очень печальная участь быть рабом Ведана. Есть два типа Ведана. Безрассудное ощущение, обусловленное неведением, и разумное ощущение, обусловленное правильным знанием. Если мы безрассудные в момент чувственного контакта, то у нас безрассудные ощущения. Если же мы разумные и знающие в момент чувственного контакта, то у нас мудрые ощущения. Безрассудные ощущения приводят к заблаждающемуся желанию, которое мы называем жаждой. Мудрые ощущения ведут к правильному желанию, к желанию того, что следует желать, то есть к мудрому желанию. Мы должны быть осторожны, удостоверяясь в том, что наша видана всегда является мудрым ощущением. Безрассудное ощущение является причиной жажды, которая в свою очередь тянет нас к безрассудной жажде и уводит от разумных желаний. Жажда может превратить мудрые желания и потребности в глупые желания. Безрассудная таха кружит нас в этом мире снова и снова в течение неопределенно долгого времени. Но все же мы миримся с этим. Иногда мы даже хотим отправиться на Луну. До тех пор, пока остается жажда, не будет конца всему этому, бесконечным перемещением туда и сюда, бесконечным изобретением и выдумком, бесконечным желанием роскошной жизни. Поэтому польза от контроля видано огромна. Не следует позволять ей возбуждать безрассудное желание. Давайте же будем проявлять интерес к видана в данной перспективе. Чита. Правильная работа. Теперь мы переходим к чита. Вероятно, вы сами уже знали или иногда осознавали его важность. Если же нет, то на наших занятиях вы узнали, насколько важен чита ум сердца. С другой стороны, он во многом подобен Кайя и Видана. Если чита становится на ошибочный путь, тогда возникают проблемы и страдания. Как минимум, есть три вещи, которые необходимо понять в связи с умом. В зависимости от выполняемой функции, мы можем называть его тремя различными именами. Когда он думает, мы называем его чита. Осознавание, ощущение, переживание и узнавание мы называем ману. Основная функция сознания органов чувств, видения, слышания, обоняния, вкушения, осязания и познавания называется випассана. Мы сосредотачиваемся на выполняемой функции ума, а затем называем его соответственно. Мышление мы называем чита, узнавание мы называем мана. И базовое сознание органов восприятия мы называем випассана. Когда чита функционирует правильно, то следуют хорошие результаты. Но для этого он должен находиться под контролем. Если же мы не можем его контролировать, то функционирование будет неправильным. И когда оно неправильное, то все бесполезно. Мы можем сказать, что мир существует по причине того, что мы обладаем чита. Если бы у нас не было чита, то можно сказать, что не было бы и мира. Если мы можем сохранять ум под контролем и вести себя правильно, тогда достигается результат покоя, тишины и безмятежности. Следует в достаточной степени понимать чита, чтобы держать его под контролем. Это наиболее превосходное знание из тех, что можно обнаружить и иметь. Вам следует быть особенно заинтересованными в нем. В конце концов, мы переходим к Дхамма или истине. Во всех вещах, которые являются либо нами самими, либо теми, с которыми мы связаны, есть истина, которую нам необходимо знать. Если мы не знаем эту истину или же понимаем ее неверно, тогда наша связь с вещами и жизнью будет неправильной. Это становится причиной проблем и приводит к страданию. Все это знание может быть сведено к двум предметам. Составные вещи, обладающие причинами и условиями, и их противоположность, не составные вещи. Вы можете изучить эти предметы, как метафизические термины «феноменальные» и «ноуменальные». «ноуменальные» в принципе противоположны феноменальному, и поэтому они являются парой. Если нечто является феноменальным, то это составная вещь, демонстрирующая истину непостоянства. Если вещь «ноуменальная», тогда это не составная вещь, не являющаяся непостоянной, но напротив, являющаяся постоянной. Поэтому мы изучаем непостоянство всех вещей, пока как следует не узнаем истину непостоянства. В результате мы ни к чему не привязываемся. Ум, который ни к чему не привязывается, приходит к постижению того, что постоянные вещи находятся за пределами непостоянных, а именно являются «ноуменом» – «нибаном». Понимание этих двух реальностей, обусловленной и необусловленной, имеет огромную важность. Это самый важный принцип из всех. Практика четвертки Дхамы Анапанасати ведет к знанию этих двух фактов. Такова суть нашего изучения этих четырех объектов, а также знания и пользы от этого изучения. Такова сущность Анапанасати. Четыре дружественные дхаммы Есть и другие виды пользы от практики Анапанасати. Мы также получаем то, что я хотел бы назвать «четыре дружественные дхаммы». Они названы так, чтобы их было проще рассмотреть. Четыре дружественные дхаммы – это сати, па, сампажа и самадхи. Вы должны помнить из первой лекции, что пока мы живем в этом мире, четыре дружественные дхаммы позволяют преодолеть все опасности. С их помощью мы можем избавиться от страдания. Внутри или снаружи монастыря мы должны использовать этих четырех друзей для жизни. Вначале у нас есть сати – рефлексивное и внимательное осознавание. Когда происходит контакт с чувственным объектом, то имеющиеся сати приводят к переживанию па – мудрости. Появляясь, па превращается в сампажа – мудрость в действии. Особое применение мудрости, вызванное обстоятельствами. Далее к сампажа добавляются силы и мощь самадхи. С ними можем преодолеть все виды объектов, появляющиеся через глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Четыре дружественные дхаммы являются непревзойденными защитниками. Они стоят на чеку и оберегают нас подобно Богу. Если мы практикуем ана-панасати, то следует овладеть этими четырьмя дружественными дхаммами. Практика основополагающих истин Следующая польза заключается в том, что мы можем практиковать в соответствии с принципом патича самопада – зависимое происхождение, обусловленное возникновение. Теория патича самопада сложна и обширна. Для тех из вас, кто не знаком с ней, скажу, что обусловленное возникновение объясняет причины происхождения дука. Серии причин, в которых каждый зависит от предыдущей, ведут к страданию. Владыка Будда учил многим вариациям этой темы, но из-за значительной тонкости и глубины ее трудно понять. И это необходимо изучать. Когда же мы приходим к практическому применению, то выясняется, что зависимое происхождение изящно и просто. На практике все сводится к наличию сати, момент пхаса, чувственного контакта, и только. Пхаса – это встреча внутреннего органа чувств, соответствующего внешнего объекта, и соответствующего типа сознания органа чувств, випассана. Простое наличие сати в момент пхаса полностью решает все возможные проблемы патичья самопада. То есть прежде чем обусловленное возникновение сможет развиться, следует иметь сати прямо в момент контакта. Не допускайте появления заблуждающегося пхаса. Тогда контакт не приведет к заблуждающемуся ощущению. А заблаждающее ощущение не приведет к безрассудной жажде. Все закончится в тот же момент. Такова еще одна польза тренировки Анапанасати. Она делает сати достаточно интенсивным и быстрым, вполне готовым к выполнению своей функции в момент пхаса, останавливая поток патичья самопада точно в необходимый момент. Такова огромная польза практике Анапанасати. Другая польза состоит в том, что мы можем легко и полноценно практиковать согласно принципу четырех Арьясача. Все вы уже слышали и знаете, что такое четыре благородные истины. Суть этого закона состоит в том, что Духха рождается из заблуждающегося желания – Танха. Если есть Танха, то должна быть и Духха. Если мы можем использовать сати, чтобы остановить Танха, то страданий не произойдет. Благодаря предотвращению заблуждающегося чувственного контакта – пхаса, заблуждающие ощущения Ведана отсутствуют, и Танха не возбуждается. Это наилучший и наиболее полезный способ практиковать четыре благородные истины. Остановка Танха посредством быстрого и сильного сати достигается благодаря практике Анапанасати во всех четырех четверках. Дальнейшая польза состоит в том, что Анапанасати, легко, полно и совершенно, приводит нас к тройной драгоценности – Тиротана, к трем буддийским прибежищам. Причина этого состоит в том, что сущность или ядро Будды, Дхамы и Санхи состоит в чистоте, ясности, покоя. Чистота, сияние, безмятежность. Состояние чита, какова и является чистотой, ясностью и покоем, – это сущность Будды, Дхамы и Санхи. Пожалуйста, будьте внимательны к этим трем словам. Владыка Будда – это не некое физическое тело. Скорее, чистое и ясное и спокойное состояние является Владыкой Будды. Видят Дхаму – видят Будду. Сущность Дхамы – есть чистота, ясность и покой. Далее Санха – это те, кто обладает чистым, ясным и спокойным умом, благодаря успешной практике. Все эти три слова очень важны. Тот, кто достиг совершенства чистоты, ясности и покоя, называется Буддой. Постигаемая истина называется Дхамой. Те, кто может следовать и практиковать соответствующим образом, называются Сангхой. Как мы уже объясняли на протяжении всех лекций, когда мы практикуем ана-панасати, то делаем свой чита чистым, ясным и спокойным. Соответствующими качествами являются результат Вирага, Ниродха и Патяно-Сака, ступени с 14 по 16. Благодаря им достигаются чистота, ясность и спокойствие, и тем самым в наших умах и сердцах легко появляются подлинные Будда, Дхама и Сангха. Такова еще одна непревзойденная польза ана-панасати. Далее следующая польза заключается в том, что в практике ана-панасати мы практикуем наиболее фундаментальный буддийский принцип, а именно скриа-самадхи-паа. Эти три фактора полностью присутствуют в практикующей ана-панасати. Неколебимая решимость практиковать – это срия, добродетель. Когда ум осуществляет правильные действия, то в целом это и есть срия. В намерении обязательно практиковать каждую ступень ана-панасати непременно присутствует естественная срия, даже если сама практика не делается. Затем также появляется самадхи-сосредоточение. В результате намерения мы практикуем до тех пор, пока не появляется самадхи. Затем развивается па-мудрость, особенно в четвертой четверке, какова и является наиболее совершенной мудростью. При правильной практике ана-панасати осуществляется наиболее фундаментальный буддийский принцип, который ведет к полноценным срия-самадхи-паа. Огромная польза состоит в том, чтобы практиковать буддизм во всей его полноте. Кратко мы говорим о срия-самадхи-паа. Если же мы хотим рассмотреть это более детально, то следует обратиться к семи факторам пробуждения. Будда утверждает, что полная практика сати-пачхана, ступени ана-панасати, совершенствует четыре основания внимательности. Сати-пачхана Благодаря совершенству четырех сати-пачхана, тело-ощущения, умы-дхама, то есть объекта четырех четверок, совершенствуется семь бошханга. Таким образом обеспечивается полное пробуждение. Семь бошханга являются теми самыми факторами, которые ведут к просветлению араханта, освободившегося от страдания. Для объяснения всех деталей необходимы многие часы. Теперь же у нас есть время лишь на перечисление названий этих факторов. Сати-внимательность Дхамавичара Исследование Дхамма Верия-усилие-энергия Пити-удовлетворенность-удовольствие Пасадхи-безмятежность Самадхи-сосредоточение Иупекша-невозмутимость-уравновешенность Эти семь факторов завершаются, когда завершается Анапанасати Когда эти семь факторов завершаются, достигается совершенное пробуждение У нас нет времени для дальнейшего объяснения, но вам следует понять, что семь бошханга совершенно необходимы для полноценной практики Анапанасати Записанные слова Бунды ясно говорят об этом Вы можете сами проверить истинность этого Теперь мы переходим к наиболее позитивной пользе, достигаемой посредством практики наблюдения за дыханием А именно, к достижению Нибана в этой жизни без необходимости умирать Мы имеем в виду Нибана здесь и сейчас, когда нам нет необходимости умирать То есть такой ее вид, который не имеет никакого отношения к смерти Нибана означает прохлада Слово Нибита также означает прохлада Если это лишь временная прохлада, непостоянная и еще несовершенная, то мы называем это Нибита Тем не менее, ее аромат такой же, как у совершенной Нибана Нибита подобно образцу продукта, который продавец показывает нам перед покупкой Они должны быть похожими Здесь у нас есть образец Нибана, чтобы мы могли ее попробовать Мы называем это временной Нибана Нибана или сам яйка Нибана Прохлада, а успокоение Также может быть Нибана, который является вследствие этого фактора На палийском этот фактор означает нечто совпадающее Например, когда есть сати на дыхании, то чита успокаивается А на панасати является этим фактором Средством, которое в данном случае влияет на успокоение Это танго Нибана, совпадающий с Нибаном Успокоение появляется по той причине, что когда нет загрязнения, то чита успокаивается, охлаждается Если нет огня, то есть прохлада В данном случае она панасати удаляет огонь загрязнений Хотя и лишь на короткий срок, но огонь тухнет, и на какое-то время появляется прохлада В результате этого инструментального фактора, а именно на панасати, на некоторое время появляется Нибана На какой-то момент, еще не совершенный и временный, аромат Нибана вкушается как образец или пробник Нам в течение этой жизни он немного помогает, она панасати, шаг за шагом пробовать Нибан При этом никто не погибает Тогда длительность успокоения прохлады продлевается, ее объем расширяется, а частота увеличивается, пока не появляется совершенный Нибан Это польза, которую я рассматриваю, как наиболее удовлетворяющую и позитивна Если можете, то делайте это Убеждайтесь в том, что вы правильно понимаете слово Нибана Оно означает прохлада и никакого отношения не имеет к смерти Если же это вид Нибана, который соответствует смерти, такой как смерть Араханта То мы используем другое слово Пари Нибана Просто Нибана без префикса пари означает лишь прохлада, отсутствие жара Представьте, что у вас все хорошо Есть хорошее здоровье, социальная защищенность, хорошая семья, надежные друзья и благоприятное окружение Тогда ваша жизнь прохладна, спокойна, в соответствии со смыслом слова Нибана Это, возможно, не совершенная Нибана, которая предполагает совершенство спокойного ума Однако прохлада такая же Слово Нибана означает прохлада И оно даже может использоваться в связи с материальными вещами Остывшие и уже больше не горячие угли называются Нибана Когда суп слишком горячий, то нужно подождать, когда он остынет И тогда мы сможем сказать, что суп достаточно Нибана, чтобы его есть Это слово может применяться даже к свирепым и опасным хищникам, пойманному в лесу, а затем укрощенным и полностью одомашненным Их тоже можно характеризовать как Нибана В палийских текстах то же самое слово используется в связи с материальными вещами, животными и людьми Если нечто более прохладно, чем горячо, тогда это Нибана в том или ином смысле И смерть с этим никак не связана Благодаря практике Ана Панасати мы получаем наиболее удовлетворительный вид Нибана Прохладу в теле, в уме и во всех отношениях Если коротко, то теперь у нас спокойная жизнь А именно Нибана в только что объясненном смысле На палийском это называется Нибута То есть тот, кто хладнокровен, или же тот, кто обладает Нибана Это состояние называется Нибана, и такой тип индивидуума называется Нибута Есть множество других видов пользы от практики Ана Панасати, которые мы могли бы упомянуть Но на это уйдет много времени, которого у вас слушающих и у нас рассказывающих нет Однако позвольте сказать о последнем О последнем дыхании жизни Речь о том дыхании, с которым мы умираем Это не означает, что мы выбираем момент смерти Это просто означает, что благодаря хорошему освоению своей практики Ана Панасати Мы становимся специалистами в области дыхания Мы мгновенно узнаем, умрем мы на этом выдохе или нет Кроме того, мы можем предсказать последнее дыхание в своей жизни Такова особая польза знания последней минуты, в которой мы умрем Сам Владыка Будда утверждал, что он постиг совершенное самоосознавание через практику Ана Панасати Таким образом, мы рады рекомендовать вам и людям повсюду эту практику Чтобы все о ней узнали и смогли использовать Владыка Будда стал Буддой, практикуя Ана Панасати Таким образом, он даровал ее нам, как наилучший из всех практик Он всем нам советовал делать эту практику для собственного блага и для блага всех остальных Нет лучшего способа практиковать Дхамма, чем внимательное наблюдение за дыханием Хотелось бы, чтобы вы обратили на нее самые пристальные внимания Теперь наше обсуждение Ана Панасати Пхавана достигло достаточной полноты И на этом мы заканчиваем последнюю лекцию И это еще не все Задавайте вопросы Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии Всем добра, любви и мудрости А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже Или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране Субтитры сделал DimaTorzok